Часик Радыча пришла до сиханы, Денчик травит смешные шутки, я не хочу просто их озвучивать, это не подходит формат ютуба, приветствую вас дорогие друзья, как всегда если у вас вопросы, задавайтесь, ссылки в описании, очередной вошла мовейший вопрос, идиотский озвучу. Здарова, Хикан, здарова, поясни за смысл жизни, Депра накатывает аж выпиливаться хочу. Что, какой смысл жизни? Ребята, зайдите ко мне на страничку, ко мне на страничку Иван Шершнев и прочитайте, что написано в статусе. Жизнь существует для быдла. Для нас, для интеллектуалов, для бомонда, для тех людей, которые знают и пожили, и стих на музыку положили, ребята, ну для нас все грустно, мы все понимаем. Для быдла есть только, что, ну так называемая жизнь, для них есть ипотека, кредиты и все остальное, что, но они, что, что, пошли, допустим, на ту же, на учебу, твои быдлогруппники или, не знаю, твои одноклассники, ну лучше с быдлогруппников начнем. Что, они поучились, походили на пару штаны, там попротирали, потом пятницы дождались, что пошли там нахьюжились какой-нибудь вискаря, вискаря какой-нибудь турецкого паленого. Ага, сфоткались, мы сегодня нахьюжились в клубе, а за, 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 с чекулями, блин. А потом, потом они идут в парашу. Ну, вы все, вы видели эти выпуски, чем это все заканчивается, потом увольнениями из этого, я забыл уже, как этот вуз называется. Это очень плохо заканчивается, вот почему я пропагандирую ЗОЖ на крестах. Если бы эти люди были трезвы, вот, шашет сейчас показывают вот так. Если бы, покажи в камеру. Глянь, яичко, яичко, потому что шашля не получается, яичко не могу. Я ему сегодня тоже говорил, что не пытайся. Вот, вот яичко, смотри, глянь, глянь, вот яичко, вот это яичко, понимаешь? Ладно, ребята, давайте чуть-чуть опустим все это. Да, так вот, если бы эти ребята были трезвы, у них было бы все хорошо. Я вас призываю только ЗОЖ на крестах и руководствоваться головой, вообще не посещать такие заведения. И тогда вы не будете ни изнасилованными, ни у кого не будете брать на клык, например. И все будет у вас хорошо, ребята. Опять же, живите своим умом. Итак, и эта жизнь, это развлечение, чтобы пойти в парашек, взять на клык? Для кого-то, да. То ли дело битар, то ли дело хика. Ты сидишь целыми днями за компом, смотришь аниме, сидишь над вач, если же, конечно же, Абу его в Акабу-то не шатает, например. Вот я считаю, что лучше этого нет ничего, например. Ребята, смысл жизни. Шашля, объясни, поясни за смысл жизни. Ну, смысл жизни человека. Его, как бы, постоянном саморазвитии и росте над собой. То есть... Через рукоблудие. Да не важно, через что. Через все, что угодно. Начиная там, я не знаю, от познаний компуктера, заканчивая там ремонтом Тачана. Ты, например, одну сферу какую-то выбрал, которую тебе нравится. Вот ее штудируешь, изучаешь, изучаешь. Параллельно что-то еще нравится. Ну и постоянно, как бы, развиваешься. Совершенствуешься. Да, становишься лучше, лучше. И вот в этом есть смысл жизни. А не просто встал, проснулся, посрал, пожрал, лег спать. И все, и вот так вот кольцо вот это. Посрать, пожрать, поспать. И все, и больше ничего. Ну и потрахался. И все, и больше ничего в жизни человека не интересует, и не существует. Не золотое кольцо. Ну на самом деле, я какие-то прогностические мои взгляды, они очень мрачны, например. Лично я считаю, что смысла жизни на этой земле у человека думающего нет в принципе. Ну потому что действительно жизнь существует для быдла. Я так считаю, на полном сериале. А у этого быдла есть смысл жизни определенный. У него есть только две вещи, которые он это сделает. Это выжить и размножиться. И ставить таких же личинок, таких же батареек, например, для их хозяев, например. Те, которые стоят вот там на вершине пирамиды. Ну те же самые, как кукловоды. Немного добавим теории заговора, конспирологических теорий, например. Многие люди живут просто, чтобы, живут исключительно для того, чтобы обслуживать эту элиту, например. Та, которая наверху. Вот и все. Я считаю, что смысла жизни, например, нет для думающего человека. И все очень печально. И поэтому депрессия обуяла не только тебя, она обуяла и меня. Потому что ты, может быть, живешь где-нибудь, не знаю, может даже в каком-нибудь задрыщенский, например. И у тебя там, не знаю, не рвутся бомбы, никто не стреляет и все вполне безопасно. Так что у тебя есть хотя бы какие-то, не знаю, преимущества, например. И поэтому тут депрессия намного хуже. Намного хуже, намного глубже. Она давит со всех сторон. Везде безысходность. Бичпакеты уже заебли. Уже невозможно, конечно. Лови паховый фломастер. Не-не, аккуратно. На все это слушать, смотреть. Так что да, мне кажется, смысла жизни нет. Но опять же, не стоит опускать руки. Я считаю, что вопреки мы с вами должны дать всем просраться, показать Кузькину мать. Яичко показать обязательно. Ни в коем случае нельзя сдаваться, чтобы показать, что мы хиканы, мы сильнее. И мы никогда не прогнемся под быдло. Так что, ребята, необходимо прокачивать свой скилл интеллекта и исключительно... Ну, если уж природа обделила нас, например, какой-то физической силой, красотой, не знаю, грацией, например, то... Яичками. Да, яичками. То интеллект, интеллект, еще раз, интеллект необходимо прокачивать и при помощи него, ну, как-то пытаться выжить, вопреки всем жизненным обстоятельствам, вопреки всем палкам в колеса, которым... Это как судьба нам втыкает. Не получился. Так что, ребята, начинайте бороться с депрессией. Ни в коем случае не сдавайтесь. Пробуйте, ищите свою нишу. Ищите... Ищите свою жердочку в курятнике, например. И пытайтесь забраться немножечко выше. Так что, хиканы, на прощание я вам фокусы тоже покажу. Все. Не грустите. Видите, мы вас развлекаем как можем. Так что, если вам нравится наш интертеймент, развлечение, ставьте классы, подписывайтесь на мой канал, донайте нам бабули на бич-пакеты, заказывайте рекламу и сигны, чтобы депрессия была хотя бы на йоту, на толику, на квант меньше. Дорогие друзья, все. Всем пока. Все очень плохо. Компуктира 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 Компуктира